Здравствуйте, люди, которые смотрят этот ролик. Сегодня мы поговорим о признаках геморроя. Что это такое? Симптомы геморроя? Что это такое? Признаки геморроя? И говорим мы сегодня с Марией Николаевной Шкендеровым, нашим ведущим коллапрактологом, онкологом, специалистом в эстетической практологии. Итак, Мария Николаевна, соответственно, что такое вообще признаки геморроя? Если уж говорить, да, вот, отвечать на поставленную тему нашей задачи сегодняшней. Ну, геморрой на сегодняшний день является очень распространенным заболеванием. Это, по разным данным, 130-145 человек на тысячу населения. Очень-очень распространенное заболевание, но оно характеризуется разной клинической картиной. Мы различаем 4 стадии геморроя. То есть первая стадия – это стадия, когда геморроидальные узлы могут беспокоить, но они не выпадают. Это то, что касается внутренних геморроидальных узлов. Стадирование процесса идёт по внутренним геморроидальным узлам. Вторая стадия – они выпадают и вправляются самостоятельно. Третья – это узлы выпадают, но требуется какое-то вмешательство, чтобы их вправить. И четвёртая стадия – выпадающие узлы уже не вправляются. Ну, всё-таки, Мария Николаевна, да, вот я прямо вас поребью. Почему же всё-таки вот, в общем-то, коллапрактологам, даже амбулаторным, всё равно меньше обращаются, чем, например, к нам, к флебологам? С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что мы всё-таки относимся к интимной сфере, да, вот. То есть человек, который обращается к нам, должен перебороть в себе чувство стыда ложное, потому что с врачами, ну, нет ничего такого, что нельзя обсудить или нельзя смотреть. То есть мы как раз являемся специалистами по области прямой кишки, и обследованию подлежит именно этот орган. И вот стеснение, оно тут, на мой взгляд, ложное. Нельзя идти на поводу своих страхов, каких-то неверных рассуждений, и не обследоваться, когда вас что-то беспокоит. И есть какие-то вопросы, которые следует задать врачу, в первую очередь. То есть не знакомому, не маме, не какому-то внутреннему голосу или интернету, а прийти с этим вопросом к врачу, к человеку, который вам даст квалифицированный ответ. Это раз. Да. Второй момент. Да, второй момент. Второй момент. Наша проблема не всегда бывает явная. То есть те же самые узлы, они ведь могут и не выпадать, могут как-то не быть видны. Потом есть определенные проблемы, которые скрыты в глубине прямой кишки, которые люди даже не подозревают. То есть не все так явно. У нас же основная часть нашего объекта исследования, как врачей, она скрыта в организме. Абсолютно верно. Поэтому если к нам приходит сосудистая звездочка, она видна на ноге, соответственно, вот это, считайте, начальная стадия геморроя, начальный привык геморроя, варикоза нашего, то у вас начальная стадия геморроя или признак геморроя не виден, соответственно, внутри. Пациент ничего клинически не испытывает. Ну, наверное, с этим, соответственно, все и связано. Хорошо. Давайте поговорим все-таки о конкретных признаках геморроя и симптомах геморроя более подробно, да, соответственно. Ну, конечно же, надо иметь в виду, что геморрой, он бывает разным. И поэтому существует классификация геморроя. То есть геморрой разделяют на внутренний, наружный, в зависимости от того, как располагаются измененные узлы. То есть внутренние узлы, они расположены выше зубчатой линии, они, в принципе, должны находиться внутри кишки, а наружные узлы, они заложены вот здесь, в области выхода, и их можно даже увидеть, нащупать самостоятельно. Вот мы вам сейчас картиночку показываем, пока Мария Николаевна говорит, да? Я так понимаю, еще есть комбинированная, да? Да, и очень распространенная форма – это комбинированный геморрой, когда сочетаются две формы – внутренний и наружный. Течение геморроя, оно тоже бывает разным, то есть хроническое течение и острое. При хроническом течении мы можем видеть, ну, при разных стадиях мы можем видеть разные признаки. То есть бывает это только периодические кровотечения, как при первой стадии. Бывает так, что периодически возникает то кровотечение, то какое-то выпадение узлов, то комбинированное сочетание, то есть выпадение с кровотечением – это при второй и третьей стадии. При четвертой стадии у нас узлы уже не вправляются, они выпавшие, они увеличенные, и они могут периодически давать кровотечение. При обострении геморроя возникают такие симптомы, как боль, тромбоз. Ну, тромбоз, он характеризуется тем, что узл становится более плотным, он меняет свой цвет, возникают болевые ощущения, воспаление в этой зоне, которые требуют каких-то манипуляций. И при разных стадиях обострения, то есть мы можем видеть те или иные симптомы в разной степени выраженности, о чем вот говорит данная таблица. Хорошо, то есть я понимаю, все-таки, если посмотреть, вот показываем вам табличку из клинических рекомендаций по коллопроктологии, соответственно, да, ну, которая на сегодня существует в России, то есть все-таки в основном кровотечение и выпадение узлов – это вот такие основные два признака основных, для геморроя, как я понимаю, да? Ну, в принципе, если он имеет хроническое течение, это не острая фаза, а хроническое течение. Да, да, все верно. То есть это, я так понимаю, след крови на туалетной бумаге, как это описывается, это, да, кровь на ботке унитаза, как там, да, соответственно, да, то есть вот эти вот признаки, они говорят о том, что все-таки, наверное, это геморрой. Я так понимаю, это так, да? Ну, не рекомендую ставить самостоятельный диагноз, поскольку много у нас, наш орган, он в основном скрыт, понимаете, и требуются определенные методы исследования для того, чтобы окончательно поставить диагноз. Даже врач-практолог, не выполнив рактоскопию, не может вам однозначно утверждать, пусть даже он видит, что вот данный конкретный узел кровоточит, что ваше кровотечение, оно обусловлено исключительно геморроем. Обследование, и только обследование ставят окончательную точку в этом вопросе, потому что нельзя полагаться, ну, на какие-то собственные мысли и собственные ощущения. Геморрой геморроем, а обследоваться нужно. Да, ну, мы уже поговорили о симптомах, но все-таки еще раз вот уточним, да, с какими чаще всего симптомами обращаются пациенты, если у них есть геморрой? Ну, на первом месте, конечно же, стоит выделение крови из прямой кишки. Причем мы сказали уже, да? Да, да, это один из основных и частых признаков геморроя. Может быть определенное мокнутие в области ануса, дискомфорт в этой зоне, могут появляться увеличенные наружные узлы, то есть человек ощущает наличие какой-то плюс ткани. Шишки. Да, шишки, да. Как угодно, то есть все могут назвать это разными словами, но суть одна – увеличиваются наружные геморроидальные узлы. Могут начать увеличиваться и выпадать внутренние геморроидальные узлы. Как это обычно проявляется? Ну, так, хотя бы кратко, чтобы пациенты могли понимать. Что такое выпадающий узел? Ну, вот трудно обычному пациенту это понять. Ну, это будет при дефекации в первую очередь появляться, ощущение инородного тела в области ануса, чувство немножко выворачивания как бы кишки, да, то есть такое тоже может происходить. Ну, самое основное – это, то есть тоже может он не вправляться, и это плюс ткань, ощущается, вы можете её прощупать при подмывании, при каких-то гигиенических мероприятиях, то есть поэтому это, как это, ну, не новообразование, по сути. Мягкая консистенция, да, и так далее, и так далее. Ну, ещё. Ну, это плюс ткань. И ещё, вот чтобы понимать, обострение геморрой, острый геморрой, да, вот он как в основном проявляется у большинства пациентов. Всё-таки что этих пациентов беспокоит, если мы говорим особенно про наружный геморрой, да, когда он тромбируется? Ну, беспокоит боли, беспокоит увеличение, уплотнение узла самого. Беспокоить может появление крови. Это может быть не с первых дней, потому что тромбоз, он может как самостоятельно организоваться, так может произойти и некроз, ну, то есть дефекты. Прорваться. Да. Над тромбированным узлом, через который вот выделяется кровь. Поэтому кровотечение, которое появляется, пусть и не на первые сутки, но оно может быть. Ну, что, боли, вот кровь, сам узел увеличенный. Наверное, всё, вот это все признаки геморроя. Это очень-очень важно. Значит, что делать, если вдруг на туалетной бумаге пациент заметил кровь? Что нужно сразу сделать? Ну, нужно записаться в проктору. Дорогие пациенты, не нужно заниматься самолечением, не нужно использовать герудотерапию, пчёл, апитерапию. Не нужно прикладывать никакой там этот самый, как, что там рекомендовали прикладывать народные целители. Огурец. Да, что там ещё Малахов-то плюс рекомендовал. Вот. Поэтому, если есть кровотечение, нужно бежать. Потому что, особенно если это касаемо, я так понимаю, людей пожилых, у которых иногда и так гемоглобин низкий у пожилого человека, а тут ещё вам и кровотечение, то я, насколько знаю, проктологи иногда встречают пациентов, у которых там гемоглобин практически на нуле. Да? Да. Однозначно. Бывают выраженные. Потому что, ещё, насколько я знаю, воспринимаю, Марина Николаевна, что очень часто кровотечение из геморидального узла, ну и внутреннего особенно, оно может быть настолько незаметно для пациента, то есть крови потерял много, а потом ты смыл, и ты не понимаешь, какое количество крови ты потерял, потому что, в общем-то, ты не понимаешь, что она там практически текла ручьём, да? То есть для многих пациентов это именно так. Поэтому человек часто теряет достаточно большой объём крови. Кровотечения наши, они достаточно могут напугать человека, скажем так, потому что это всё-таки кровь, она разбрызгивается, и сразу есть ощущение, что её много. Но чаще всего бывает не так много, всё-таки я могу сказать, что вот как раз чаще. Поэтому я и говорю, это вот не мнение, я же Николу Проктову. Чаще всё-таки бывают сравнительно небольшие кровотечения, но иногда бывают действительно очень серьёзные кровотечения, люди настолько к ним относятся несерьёзно, что допускают падение гемоглобина до каких-то катастрофических цифр. То есть пациенты с гемоглобином 23 – это при норме 120, чтобы вы понимали, грамм на литр. Это практически, если бы это было острое состояние, это, наверное, несовместимо с жизнью. А поскольку оно хроническое, длительное, текущее, то организм, он вынужден был адаптироваться. Но это плохая адаптация, поскольку страдают все жизненно важные системы – сердце, мозг. Поэтому нельзя этого допускать, и если у вас есть кровотечение, или если у вас есть какое-то снижение гемоглобина, которое вы не можете объяснить, то требуется обязательное обследование у Проктову. Спасибо огромное, Мария Николаевна. Мы поговорили об очень важном, о симптомах геморроя наружного, внутреннего, потому что для многих людей немножко это непонятно, что это заболевание, особенно для молодёжи. А у молодёжи всё чаще и чаще встречается эта патология прямой кишки. Не нужно стесняться, как сказала Мария Николаевна, проктолога, нужно сразу, слушайте, проктологи для этого и собственное, чтобы помогать именно в этой зоне. Начну с этого. Может быть, немножко пациенты недопонимают, да, то есть существует отдельная специальность колопроктология, и люди всю жизнь занимаются только патологией прямой кишки. Поэтому не допускайте до снижения гибоглобина, до критических уровней. Обязательно сразу обратитесь к колопроктологу, если вы хоть раз увидели какую-то кровь, да, соответственно, после акта дефекации. Спасибо, что вы нас смотрели.